И начнем с исторического события. На никелевом заводе остановили плавильный и обжиговый цеха. Именно с этих металлургических переделов начинался Норильск промышленный. В свое время его появление открыло городу большие перспективы. И как не иронично его закрытие этих самых перспектив только добавило. Последний ковш расплавленного металла. Последние минуты работы плавильного цеха никелевого завода. Вместе с ним уходит в историю и обжиговый цех, чье оборудование на прощание пускает залпы огненных искр. Дым из этих труб больше не поднимется в воздух. Таким оказался конец целой эпохи в истории норильской металлургии. Здесь же она и брала свое начало. В феврале 1942 года первый черновой никель выдал малый металлургический завод. А уже в августе того же года с конвейера сошел первый боевой танк, броню которого усилили норильским никелем. В 43-м большой металлургический завод Норильского комбината снабжал фронт уже чистым электролитным никелем. Это были сложные годы напряженного труда. Мартии и правительство высоко оценили работу комбината, поручив его коллективу вечно хранить знамена Государственного комитета обороны. Все это ушло в историю, а вскоре в ней останется и весь никелевый завод, который регулярно модернизировали и обновляли. Сначала стояли шахтные печи, потом заменили их на рудно-термические печи. Неоднократно менялись конвертора для увеличения производительности в обжиговом цеху. Менялись печи для увеличения производственной программы, для увеличения проплава металла. Соответственно, практически до 2012 года постоянно внедрялись какие-то мероприятия по замене оборудования, по внедрению новых технологий. Жизнь не останавливалась. В последние годы производительность завода достигала пиковых значений. Он выпускал порядка 124 тысяч тонн катодного никеля в год. Производственная программа сократилась примерно на четверть только в 2015 году, когда судьба предприятия была уже решена. К слову, о закрытии металлургического первенства Норильска говорили уже давно. Первые мысли закрыть вредное производство были еще 20 лет назад, в конце 90-х годов. Но, видимо, и были для этого все условия, но, видимо, не хватало политической воли у руководителей того времени. Но руководство компании поставило таки ее перед собой два года назад, ведь мощности никелевого завода сильно устарели. Их содержание требовало крупных вложений. Кроме того, вредное производство наносило ущерб экологии Норильска. Но не стоит думать, что закрыт целый завод – быстрое дело. Но этого компании пришлось серьезно модернизировать «Надежду» в довольно сжатые сроки. Никелевое сырье с завтрашнего дня будет перерабатываться на современном надеженском заводе, который мы, естественно, подготовили, который готов сегодня уже взять все сырье и получать фенштейн. Кроме того, перед заполярным филиалом встал и кадровый вопрос – что делать с работниками Никелевого? Решить его, по словам руководства, удалось и беспрецедентно. Каждый человек имеет сегодня соглашение о трудоустройстве. Хотя мы начали с февраля Никелевый завод закрывать поэтапно, все люди, которые имели желание или имеют желание дальше продолжать работу на комбинате, они трудоустроены уже, то есть заочно трудоустроены. При этом, если зарплата на новом месте ниже, в течение года компания сохранит средний уровень привычного дохода. Как раз за это время работник сможет повысить свою квалификацию. Что же касается пенсионеров, для них подготовили специальную программу – ветеран металлургического производства. Размер выплат в среднем составляет миллион рублей. Воспользоваться программой решили около 560 пенсионеров. Но не все участки здесь опустили. На Никелевом заводе продолжают работать еще два цеха – электролизный и хлорно-кобальтовый. Ну и их скоро остановят до сентября этого года. Руководство пионера Норильской металлургии ждет этого момента и с нетерпением, и с грустью. Конечно, сожаления в любом случае есть, потому что в 1994 году, придя еще на агломерационную фабрику, можно сказать, всю жизнь я отработал здесь. То есть, некоторое сожаление есть, но прекрасно понимаю, что, наверное, как бы это ни грустно звучало, но закрытие Никелевого завода будет несомненная польза как в городе в плане экологии, так и в плане развития компании. Анатолий Анатолий, Алексей Демин, новости Северного города. Производственники закрывают завод, а депутаты – политический сезон. Во вторник в Норильске прошла последняя перед летними каникулами сессия Норильского городского совета. Перед отпуском парламентарии приняли в свои ряды двух новых депутатов, которые заменили выбывших из парламентского корпуса коллег. Утвердили троих аудиторов контрольно-счетной палаты, привели документы в соответствие с изменившимся законодательством и изменили схему избирательных округов. Об этих и других решениях сессии в сюжете далее. На 20 вопросов в повестке последней перед летними парламентскими каникулами сессии депутаты потратили всего лишь час с небольшим, ведь практически все ранее обсуждалось на комиссиях. А началось заседание, так сказать, с кадровых перестановок. Депутаты Олег Камагин и Олег Бугай досрочно покинули Горсовет. Их сменили ведущий специалист заповедников таймера Лариса Стручкова и директор культурно-досугового центра «Юбилейный» Инна Давыдова. После этого сессия утвердила исполнение бюджета за прошлый год. Окончательные цифры выглядят так. Доходы почти 17,2 миллиарда рублей, расходы 16,6 миллиарда и профицит 562 миллиона рублей. Бюджет, как и в предыдущие годы, сохранил социальную направленность. И, как уже рассказывал Северный город, теперь парламентарии будут строить планы уже не на трехлетний период, а смотреть гораздо дальше. С 1 января 2017 года долгосрочное бюджетное планирование в муниципальном образовании город Норильск будет осуществляться путем формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период. Депутаты также утвердили кандидатуры аудиторов контрольно-счетной палаты, проголосовали за изменения состава административных комиссий и поддержали законодательную инициативу, которую отправят в ЗАГС Собрание Красноярского края. Наши депутаты просят краевых коллег поддержать увеличение штрафов для тех, кто впервые попался на вандализме и порче городского пространства и имущества. В отношении физических лиц предлагается увеличить размер нижнего предела штрафа от 500 до 1000 рублей. В отношении юридических лиц увеличить размер нижнего значения штрафа с 10 тысяч до 30 тысяч. И в отношении должностных лиц предлагается увеличить размеры административных штрафов в два раза. Одним из важных решений прошедшего политического сезона стала корректировка схемы избирательных округов, что позволит сократить бюджетные расходы на довыборы новых депутатов взамен покинувших парламентский корпус. Раньше у нас было 7 избирательных округов, а сейчас мы договорились, у нас будет теперь 4 избирательных округа. В каждом округе будет выдано 3 мандата, потому что 2-х мандатная система привела к тому, что нам пришлось по избирательному округу номер 1 проводить дополнительные выборы, а это дополнительные траты финансовые. Вот сейчас вот уже у нас будет избираться по округам, по этим 4 округам по 3 депутата. Если кто-то из этих депутатов, кто-то выбивает по разным причинам, уезжает там или по собственному желанию, остаются 2 депутата и довыборы проводить уже не обязательно. Первая после каникул сессия пройдет осенью, и надо полагать, работы для депутатов к этому моменту накопится немало. Олен Бурнашев, Геннадий Зверев, новости северного города. От серьезных тем к курьезу. В Норильскую полицию сегодня поступил анонимный звонок о странном предмете, обнаруженном в старом городе на Октябрьской 25. К названному месту моментально стянули все спецслужбы, а по городу поползли страшные слухи. Место находки отцеплено. Представители спецслужб ничего не комментируют. Очевидцы только разводят руками. Никто ничего не знает. Близко к зоне поисков подойти невозможно. После тщательного осмотра подозрительный предмет выносят из развалин. Большой конус, напоминающий кожух от ракеты. Судя по тому, как легко спасатели отрывают его от земли, можно предположить, что конус полы и никакой опасности не представляет. Вероятнее всего, это элемент от макета ракет из какой-то воинской части, которые когда-то обеспечивали безопасность Норильска во времена СССР и давно заброшены. Как эта часть оказалась в старом городе, неизвестно. Комментарий силовиков нам получить не удалось. Идем далее. Блокада Ленинграда – одна из ключевых точек Великой Отечественной войны. Насколько правдиво то, что до сих пор пишут о ней в школьных учебниках. Об этом и шла речь на очередной встрече в клубе лектории «Обогатительная фабрика» в совместном проекте Северного города и Норникеля. Очередным спикером стала Юлия Кантор, профессор кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Постоянный участник программы «Цена победы» и «Цена революции» на радио «Эхо Москвы». Она поделилась со слушателями ранее неизвестными фактами блокадной действительности, которые она нашла в рамках собственных научных исследований. Редактор субтитров А.Семкин Слово «дистрофия» в блокадном Ленинграде было под официальным запретом. В Эрмитаже разводили огороды, выращивали морковь и укроп от цинги. На полторы буханки хлеба можно было выменить гроб. Дефицитный товар в то время, настолько дефицитный, что трупы приходилось пеленать. Это лишь несколько фактов повседневности блокадного Ленинграда, с которыми спикер обогатительной фабрики поделилась со слушателями. Юлия Кантор, профессор Российского государственного педагогического университета, исследователь, специализируется на изучении истории Второй мировой войны. И для нее в этой истории нет ни одного сухого факта. История блокады Ленинграда вписана в летопись ее семьи. Моя бабушка, будучи молодой совсем женщиной, с моей совсем маленькой трехлетней мамой, у меня мама 38-го года рождения, осталась блокадная в Ленинграде. Они прожили здесь, в Ленинграде, чудовищно тяжелую первую блокадную зиму 1941-1942 года. В конце марта 1942-го по дороге жизни по Ладожскому озеру одним из последних навигационных авторейсов по тающему ладожскому озеру были эвакуированы на большую землю. Бабушка рассказывала Юлии, как однажды потеряла хлебные карточки на те самые 125 блокадных граммов. Тогда это значило только одно – смерть. Но их спасли люди. Кто-то нашел и вернул. А ведь хлеб тогда был основной валютой. Из таких историй – человеческих, невыдуманных, живых – и сложили потом официальную статистику. Данные такие 642 803 человека. Подумайте, 803 человека – это предстояльная информация. 641 803 человека. Долгое время эта цифра обозначала количество жертв блокадного Ленинграда. Юлия Кантор точно знает, что это ложь. Доказательства тому она нашла в Российском государственном архиве. На самом деле, как показал этот документ, это распоряжение уполномоченного по охране государственных тайн в печати. Эта цифра окончательная, но реально. Реально. Она была официально признана окончательной. И больше никакие цифры не могли иметь право на существование. Хотя эта цифра – жертв ленинградской блокады за первые полгода. Это данные на март 1942-го. История – это не мертвые факты, погребенные в школьном учебнике. Это живая ткань. И такой человеческий взгляд на историю по душе даже искушенным в науке слушателям. Активно развивается наука. И наука предоставляет тоже совершенно новые факты и данные для восприятия того, что было 70-100 лет назад. Ну, иными словами, это все очень интересно. Мне нравится ее взвешенная позиция. Она глубокая, взвешенная, без впадания в крайности. Человеческий взгляд на историю от Юлии Кантор понятен и близк даже тем, кто далек не только от науки, но и, казалось бы, от самой российской истории. Сегодня на лекции о блокадной действительности гость из Испании. Истину же о количестве смертей во время блокады мы не узнаем никогда, говорит Юлия Кантор. Ведь ни в 45-м, ни в 46-м, ни в 49-м годах в Ленинграде не проводили перепись населения. И, по мнению историка, это не случайно. Однако, это не повод, чтобы прекращать поиски. Олен Бурнашев, Юлия Шестак, Андрей Гришков. Новости Северного города. От частного к муниципальному. Управляющая компания «Город» уже год на рынке ЖКХ. Чем же она отличается от своей предшественницы? Какие сложные вопросы приходится решать муниципальным коммунальникам? И есть ли уже в их копилке достижения? На эти вопросы нашей телекомпании ответил генеральный директор города Павел Беляков. Подробности в интервью моего коллеги Максима Трофимова. Добрый день. Это не граждане давать, а не руководителю управляющей компании. Наверное, в интернете можно было сделать какой-то рейтинг в открытом доступе, чтобы граждане могли проголосовать за ту или иную управляющую компанию. Там могут быть какие-то критерии. Но если сделать такой небольшой отчет за этот рабочий год, в принципе, мы подтянулись в саночистке территории, потому что территория досталась нам в таком неприглядном, скажем так, виде. Нам пришлось в связи с этим поменять подрядчиков. Также мы подтянулись в вывозе снега. Это показал апрельский мониторинг среди управляющих компаний. Мы вывезли порядка 90 тысяч тонн снега только вот за эту зиму. 2014-2015 год я смотрел анализ, там было порядка 70-72 тысяч тонн. То есть, в принципе, прогресс налицо. Также мы сформировали план текущих ремонтов. Он у нас идет по нарастающей. Ну и самое основное, наверное, мы иницинировали перед руководством города Норильска уступку требования авансовых платежей. Это что касаемо граждан, которые проживали на бывшей территории объединения коммунальников. По большому, люди оказались, на мой взгляд, обманутыми. Там люди есть за полгода, за год вперед проплатили даже. И здесь денег получить не может, и нам еще должен. Поэтому эта инициатива была поддержана. К нам присоединились еще две управляющие компании. На сегодняшний день мы ведем прием заявлений данных квартиросъемщиков. Но это, наверное, под итог. Такое, что можно было обозначить. Сами люди обращаются? Нормально пишите? Конечно. Обращаются. Непонятно только, почему не в таком объеме, как мы ожидали. Но, тем не менее, постепенно люди идут. Для жильца в повседневной жизни особого отличия не видно. Он же не знает, что там происходит в самой компании. А вот в чем разница? Что реально сменилось? Например, специалисты, которые текущий ремонт делают, они те же или другие? Техника та же или другая? Про объемы работы вы уже сказали. Что еще поменялось? Тарифы поменялись, да? В первую очередь форма собственности поменялась у нашего предприятия. Сейчас собственником данного предприятия является муниципалитет. Все наши закупки, приобретения, конкурсы, они размещаются на электронных площадках. Они находятся в открытом доступе. В принципе, любой человек может это увидеть, любой предприниматель. Это нам позволяет, в принципе, прилично экономить. В этом году у нас впервые были выделены деньги на приобретение 21 лифта. При закупке нам удалось экономить порядка 8 миллионов средств бюджетных денег. Согласить, ну, приличная сумма. Что касается тарифов. Вы знаете, такая больная очень тема, и на ней в последнее время многие стараются как-то кощунственно играть. Увеличение, понижение, там, вообще игра с тарифами, это не в компетенции, скажем так, управляющих компаний. То есть это либо самопиар каких-то, может, инициативных групп, каких-то отдельных там людей, либо, ну, пустая игра слов. У нас произошло повышение тарифов с 1 января, как мы знаем. Также с 1 июля будет производиться повышение тарифов. Насколько ритмично выстроены отношения с ресурсоснабжающими организациями? Главной проблемой, одной из главных проблем, которые заставили уйти от компаний прежних, и даже некоторые бы обратить, это вопрос именно с отношениями с ресурсоснабжающими организациями. На сегодняшний день, скажем так, законодательство складывается таким образом, что не в пользу управляющих компаний. Слишком много пробелов. Ресурс, который мы приобретаем в Мунтек, это холодная, горячая вода, тепло. Мы его поставляем нашим гражданам. Мы являемся исполнителем коммунальных услуг. Наши граждане идут в РКЦ, оплачивают этот ресурс. РКЦ уже расщепляет платежи и напрямую поставляет деньги НТЕКу. При собираемости, допустим, назовем там 80-82% НТЕК недополучает 18% от поставленного ресурса. Эти 18% ложатся на наши плечи, на плечи управляющей компании. Мы ждем, конечно, что с этого года вступит закон о прямых договорах ресурсников с потребителями. Ну и тогда, если это произойдет, мы, конечно, вздохнем полной грудью. Будем уже целенаправлены. Потому что нам сейчас объясню, нам приходится часть персонала держать только для того, чтобы вести претензионно-исковую работу по отношению к гражданам, чтобы они вернули долги НТЕКу. Точнее, нам вернули долги, а мы уже рассчитали с НТЕКом, скажем. То есть, получается, люди, которые недоплачивают, они в конечном счете потом оплачивают еще и эту претензионную работу? Ну, получается так. Содержать нам приходится. Поэтому таким образом вкладывается ситуация. И когда граждане говорят, вот как управляющая компания умудрилась только долгов насобирать, мы должны понимать, что доля жилищных платежей, она мала очень, слишком маленькая. Все это в основном коммунальные ресурсы. Поэтому это не управляющая компания накопила долги. Это граждане накопили долги перед ресурсниками, соответственно, перед управляющей компанией. А внутри управляющая компания в чем-то поменялась? Сказать, что сменялись люди. И определенную часть, конечно, кадрового состава мы заменили. Потому что она не устраивала. Люди, ну, может быть, устали, мы же не хотели работать. В принципе, нам пришлось избавиться, сократить полностью, практически на 90% аппарат управления, потому что он был слишком сильно раздут. Техника, техника, вы знаете, вопрос такой очень больной и тяжелый, потому что техника дорогостоящая, с учетом сейчасшней флора. Техника у нас осталась пока та же. Единственное, что мы ее ремонтируем. У нас идет план закупа на закупки запчастей. То есть, в принципе, она у нас в нормальном сейчас состоянии. Конечно, бы хотелось больше. Но с учетом цен, что сейчас, не знаю, машина «Фотон» стоит порядка 6 миллионов, может, стоит додуматься купить машину или сделать больше ремонтов текущих. Что касаемо текущих ремонтов, здесь люди не могут поменяться, потому что текущие ремонты у нас делаются часть собственными силами. То есть, ну, это маляры в основном, там штукатуры. Те, кто работали, те и остались. Те подрядчики, которые делали у нас в том году ремонт, в этом году также они, в принципе, выиграли конкурс. Ну, в честной борьбе, я считаю. Поэтому в этом плане, ну, мало что изменилось. Вторую часть интервью с Павлом Беляковым смотрите в нашем следующем выпуске.